Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в легенду Ивы. Серия 9, сезон 1. Мэй сомневается и колдует. Глава 9. Масса мунная. Солнце зимнего дня. Тень моя леденеет. У коня на спине. Я знаю, кто ты. Ты, Китсуне. Мэй оглянулась на постоялый двор, затем медленно, словно прогуливаясь, отошла дальше от входа. Она обдумывала ситуацию и заодно исключала вероятность того, что их разговор подслушивают. Ронин также неспешно следовал за ней. Со стороны казалось, будто пара посетителей просто коротает время, изучая немудрёный пейзаж. Девушка поправила некрасивую складку на рукаве. Допустим, верно, я Китсуне. Я полагал, что ты попытаешься отрицать. Сохранив полную невозмутимость, Мэй приподняла бровь. Какой смысл? Ты абсолютно уверен в своих словах. Что ж, тем проще. Я хочу помочь. И мне это нужно? Да, если не стремишься умереть. Какая тебе разница? Мэй с недоверием всмотрелась в лицо мужчины. Обвинить во лжи самурая, хоть и бывшего, проявить крайнюю степень неуважения. Но верить в случайное желание помочь, глупо. Я не вчера родилась. Свалился на мою голову. Она украдкой вздохнула. Прошу прощения, господин Араи. Однако, с чего вдруг ты хочешь мне помочь? У тебя нет оснований доверять мне. Но позволь, я объясню. Тебе знакомо имя Такума Годо? Это командир стражи, которому поручено меня искать? Верно. Только занимается он этим необычно. Разве? Он говорит всем, что лисица померещилась таить Зохори с пьяном. Тем самым оскорбляет судью, за что может лишиться жизни. А я якобы видела, кто убил госпожу Сумико, и нужна ему исключительно как свидетельница. Сделанный ранее выбор повлиял на отношения с Масамуне. Да, так и есть. Но что тут необычного? Возможно, Такума Годо не хочет создавать панику в городе. Ронин выглядел удивленным. Он совершенно не ожидал от нее подобной осведомленности и живости ума. Признавая промах, произнес. Разузнать хоть какую-то информацию, выскользнуть из облавы в городе и добраться в другую провинцию... Он развел руками. Не предполагал, что гейши столь сметливы. Прежде чем судить о чьей-то жизни, помни, что ты делаешь выводы, исходя лишь из того, что тебе дали увидеть. Масамуне улыбнулся, слегка поклонившись. Это красивые слова. Я запомню их, Мэй. Сделав короткую паузу, Ронин вновь вернулся к разговору. А тебя не удивляет рьяное усердие, с которым Гадо ведет поиски? Надо понимать, тебе известно, почему он так поступает? Ему нужно скрыть ото всех, что ты Йокай, по другой причине. Если поверят, что никакой ведьмы не было, то всем быстро надоест об этом говорить, и дело станет неинтересным для людей. Отогнав ногой курицу, Масамуне добавил. Такума Гудо сам не является человеком. Спокойствие Мэй не осталось незамеченным. Похоже, для тебя это тоже не новость. Да. Однако, я не знаю, кто он. Ронин сделал ударение на первый слог. Они. Сильные они. Слабые не могут надолго принять облик человека. Ты слышала об этих существах? Чуть побледневшая Мэй кивнула. Я помню рассказ госпожи Сумико. В бане наставница всегда что-нибудь рассказывала юной Майку, пока та подливала в бочку отвары, трав и горячую воду. Обычно это были уроки и поучительные истории, но если госпожа Сумико находилась в хорошем настроении, то могла побаловать воспитанницу сказкой. И вот, когда храбрый крошка Исумбоси и красавица Ханаку возвращались домой, дорогу им преградили злые они. Страшные рогатые существа, размахивая оружием, искали клыки, собрались съесть наших путников. Тогда Исумбоси крикнул им, убирайтесь туда, откуда явились, карайте и мучайте умерших грешников, здесь вам не место. Чудища стали насмехаться над маленьким самураем, и одно из них проглотило его, ведь Исумбоси ростом был не больше ладони. Но ловкий малыш своим крохотным мечом, сделанным из иголки, стал колоть врага изнутри и убил его. Исумбоси выбрался наружу и бросился защищать Ханаку. Он был так отважен и благороден, что ужасные они обратились в бегство. Исумбоси увидел, что они обронили волшебный молоточек, исполняющий желание. Сказал тогда Ханаку, воспользуйся им сам, пусть это станет наградой за твою храбрость. Трижды ударил молоточком маленький самурай и вырос, став прекрасным юношей. Император, узнав обо всем, пожаловал ему богатые дары и высокий чин. Ханаку же стала Исумбоси любящей и верной женой. Это совсем не страшная сказка. Сумико отлепила от кожи листик сафоры. Так и должно быть, самые большие ужасы не в сказках, а происходят в жизни. «Ты знаешь правдивую историю про Они или других жутких существ?» «Знаю. Пообещай не пугать ею других воспитанниц». Мэй заверила Гейшу, что не ослушается. Сумико начала ровным голосом. «В одной деревне жила женщина. Обычная деревня, обычная женщина». Ее муж стал постоянно ходить к другой, но вместо того, чтобы смириться, как делают все обычные жены, она проследила за любовниками и убила их. Правда, не сразу. Оглушив, связала и начала измываться, а после скормила мужу печень любовницы. Женщина скрылась. Ее искали. Нашли через полгода на востоке, в островной провинции. Только к тому моменту она уже не была человеком. Она превратилась в Вони. Разве они не приходят из Нараки? Приходят, но некоторые появляются из тех людей, чья душа стала истинным злом. Это не все. Убийца спряталась в городе, в старом доме, и периодически возвращала себе прежний облик, по ночам выходя за едой. Как ее отыскали? Этого я не знаю, но чем все закончилось, мне известно. Когда стражники ворвались в дом и с большим трудом убили ее, то увидели там человеческие кости. Много. Она похищала людей и подолгу держала их на цепи в подвале. Не убивала сразу, чтобы еда оставалась свежей. Кошмар. Госпожа Сумико, неужели это случилось на самом деле? Историю рассказал мне воин, побывавший в том доме. Нет никого настроенного к человеку более враждебно. Но ведь я Йокай. Мэй. Тебе грозит очень серьезная опасность. На тебя охотятся они. Хуже этих существ лишь призраки Рейки, предвестники большой крови и приближения войны. Благо, все сведения указывают, что Рейки появляются среди людей редко. Не веря в собственное предположение, Мэй все же спросила. Может, у Годо всего лишь ко мне какое-то дело? Я же не совсем человек. Китсуне. Хм. Дело. Он хочет тебя убить. С чего ты взял? Вас почти не осталось. Она вспомнила слова Сина о Доре. Кто-то убивает Китсуне? Сделанный ранее выбор повлиял на отношения с Масамуне. Я знаю об этом. И это знание подсказывает, что разумно держаться подальше от тех, кто меня ищет. Откуда тебе известно об охоте на Китсуне? Не могу объяснить. Слышала кое-что. Ронин качнул головой. Хорошо. Не важно. Это дело рук Они? Да. Ты хочешь помочь мне укрыться? Нет. Я хочу убить того, кто скрывается за личиной стражника. Он же не один охотится на лис. Что это изменит? Годо напал на твой след и не отступит. Если я смог найти тебя. Он тоже сможет. Мэй потерла виски. Хорошо. Они убивают Китсуне. Ты хочешь убить одного из них. Все еще не понимаю, зачем тебе я? Желаешь расправиться с Году? Причин не спрашиваю и не возражаю. Чтобы это сделать, нужно твое участие. Девушка посмотрела на Масамоне, размышляя, всерьез ли тот говорит. Воин явно не шутил. Она постаралась подобрать слова. Ценю, оказанное тобой доверие, господина Раи. Но, боюсь, я не гожусь для боя Сони. Ничего существенного наколдовать не могу и драться не умею. Я гейша. Ты не сможешь убежать. До сих пор мне удавалось. Я не только убежала из города, но и добралась сюда. Куда ты пойдешь? Мэй не торопилась делиться своими планами. Ронин не настаивал. Такому году стражник. Он без труда может получить сведения от стражей других городов. Останешься в какой-нибудь деревне? Там любое новое лицо, тема для обсуждения, будешь на виду. Он покачал головой. Ты не сумеешь затеряться, пока этот Они жив. А он не успокоится, пока не найдет тебя. Есть, конечно, вариант уйти в леса, жить как животное. Возможно, справишься, не знаю. Но учти, китсуны обычно так и делают, и при этом их становится все меньше. Годок готов на все, понимаешь? Неужели тебе безразлично, что за тобой уже протянулся кровавый след? В какой бы дом ты ни пришла, ты будешь нести туда опасность. Тебе не важно, что он пытал и убил твою наставницу? Голос Масамоны беспощадно продолжал. Мне случалось видеть жертв Они. Я привык обращать внимание на странные разговоры и слухи. Узнав о китсуне и мертвой гейше, ваша Макия пообщался с рыбаками, которые нашли сумяко. Потом расспросил монаха, готовившего ее тело к обряду похорон. Мэй пошевелила воротник. Показалось, будто не хватает воздуха. Ее истязали. Долго. Люди на разное способны. Однако такие зверства... Он не докончил. Слова Масамоны проникали глубоко, раскалеными каплями железа выжигали душу, что-то уничтожая там, рождая новое чувство. Тоска, отчаяние, потеря, боль слились воедино в холодную, заставляющую не иметь руки и лицо, ярость. Характер ран не оставляет сомнений. На улице показалось несколько смеющихся мужчин, направлявшихся в старого дрозда. Пока они входили в постоялый двор, Мэй сражалась со ставшими сухими и непослушными языком и губами, а Рай молча ждал. Когда шумная компания ввалилась в двери, девушка тихо спросила. Чем им помешали лисы? Я не знаю. Ты уже имел с ними дело? Убивал они когда-нибудь? Да, не раз. Несколько месяцев шел по следу одного из них. Тот Йокай оставил на своем пути двух мертвых Китсуне. Ты нашел его в итоге? Нет, он исчез. Я не один год собираю слухи, рассказы крестьян о разных странностях. Потому и на разговоры о вашем Акея обратил внимание. Кроме того, мне доводилось общаться с другими Йокаями. Чего именно ты от меня ждешь? Вернемся на север. Она вскинула на него глаза, но не перебила. Позволим Году узнать, что ты в городе. Как ясно из его действий, он не хочет придавать огласке то, что ты лисица-оборотень. Если он будет точно знать, где ты, то придет один или с парой бойцов, не более. Лишние свидетели ему не нужны. Голос девушки не выражал никаких эмоций. Иными словами, мне предстоит стать приманкой? Если в двух словах, да. Смерть Года нужна нам обоим. Подобраться к нему сложно. Они не должен выжить. Какое-то время девушка молчала. Потом немного отстраненно поинтересовалась. Как ты узнал, что я Китсуне? Вспоил и разговаривал одного из тех охранников Теидзухари, которые ворвались в окея, когда их господин стал кричать. Как ты нашел меня? Госпожа Кинуйо прекрасно умеет уходить от ответов. У стражников ничего не получилось выведать. Они поверили, что она ничего не знает. Меня одурачить у нее не вышло. Пришлось рассказать, откуда ты родом. Больше никто не знает. Пока. Я ехал в твою деревню, переночевав здесь. Он качнул головой в сторону старого дрозда. Отправился бы утром. Не пришлось. В голове у Мэй все звучали слова о рай. За тобой уже протянулся кровавый след. Госпожа Сумико, воспитавшая меня и не выдавшая мою деревню, мертва. Моя мать, давшая жизнь, мертва. Убита? Обе убиты они? Охота на Китсуне. Кто следующий? Что я могу бежать? Если Масамуны прав, то я буду нести за собой смерть. Чтобы сберечь жизнь, я должна обречь других жертвовать своими? Я вижу, ты сомневаешься. Есть еще кое-что. Он продолжил давить. Тот монах не стал пугать Гейш, но мне рассказал, потому что я знал, о чем спрашивать. Они едят человеческое мясо. У твоей наставницы? Мэй замотала головой. Нет, прекрати, господин. Пожалуйста. Масамуны разговор тоже давался с заметным трудом. Помоги мне, Мэй. А я помогу тебе. Вымани его. Я не позволю ему тебе навредить. Даю слово. Девушке очень захотелось забиться в какой-нибудь угол, укрыться с головой одеялом, и чтобы ее никто не трогал. Однако она продолжала заставлять себя думать. Сомневаться в слове самурая – оскорбление. Да. Но он ронен. Господин Араи. Прошу, прости за вопрос. Конечно. Почему ты преследуешь их? Лицо мужчины не изменилось. Он давно свыкся с невидимым клеймом позора, который был вынужден носить, пока не смоет его кровью врага. Я не защитил своего господина от Они. Прежде чем убить себя, как того требует долг чести, я пройду путь вместе. Твоя цель – таку Магоду? Мне неизвестно, станет ли он последним. У того, которого я ищу, есть примета. Если она окажется у Году, это будет конец моего пути. Что надежнее, мое умение скрываться или его навыки боя? Учитывая обстоятельства, Мэй позволила себе нарушить этикет, пристально посмотрела Масамоне в глаза. Ронин не стал упрекать ее в недозволительном поведении. Она уже понимала, что верит ему, и решилась. Ранним утром Масамоне вывел из конюшни оседланную лошадь. Позволь. Ронин легко подсадил Мэй на спину кобылы, затем запрыгнул сам, сев позади. Протянул руки с двух сторон от девушки, взял поводья. Совсем рядом с ухом прозвучало. Ты когда-нибудь ездила верхом? Нет. Держись здесь, можешь облокотиться на меня, если хочешь. Она ощутила спиной прижавшуюся широкую грудь Ронина, но отодвигаться в любом случае было некуда. Масамоне чуть тронул лошадь пятками, глядя на дорогу над плечом Мэй. Под копытами кобылы стелился замерзший тракт, все больше уходя от полей и забирая в лес. Достаточно быстро Мэй поняла, что путь предстоит тоже не из легких. До полудня еще было далеко, а спина, ноги и ягодицы уже невозможно затекли и ныли. Пейзаж перестал меняться, превратившись в сплошную череду деревьев. Скучная монотонная дорога, почти бессонная, полная тревожных мыслей, ночь и отсутствие действий погрузили девушку в какое-то сонное оцепенение. Шидзо Цутия слыл среди лихого людо удачливым. Неудивительно, больше трех лет никто из банды не принял позорной смерти на виселице и не гнил в тюремной яме. Все знали, что за его голову объявлена награда в двух провинциях Нойрё, но ни одному из его парней не приходило мысли предать главаря. Он был жесток и, что важнее, всегда знал, с кого можно поживиться и как организовать дело. Главарь оскалился. Небогато, но сгодится. Прошептал остальным, поудобнее перехватывая тяжелую окованную дубину. Всем тихо, не попортите одежду. Без железа пойдем, двоих так сделаем. Кусты укрывали надежно, неудачливых путников можно было без боязни подпустить совсем близко. Сперва стал слышен звук копыт, затем показалась лошадь. Когда она поравнялась с Шидзо, тот пронзительно свистнул. В тот же миг выскочили его люди с дрекольем, преграждая кобыле путь. Всадник спрыгнул, стаскивая за собой девушку. Под складками его верхней одежды мелькнули рукояти оружия. «Самурай! Мечи!» Главарь первым отбросил дубинку, обнажая клинок. Что профессиональный воин даст себя оглушить, рассчитывать не приходилось. Бандиты начали окружать их. Потом все пошло спора. Масса монахлеснул лошадь по крупу. Та встала на дыбы, прыгнула, сбив одного из противников и припустила в лес. «Мэй, назад!» Она послушно отскочила за спину Ронину, который уже отбивался. Засверкала сталь. Бандитов было семеро. Хоть один лежал сбитой лошадью, их было все еще слишком много на взгляд девушки. «Магия здесь есть. Магия во мне!» Китсуне повернулась к ближайшему разбойнику, резко выбросила руку вперед. «Ослепить иллюзией». С пальцев сорвался силуэт хищной птицы, метнувшейся к грабителю. «Что за...» Тот отмахнулся, но бесплотный морок пролетел сквозь оружие и вцепился в его лицо, хлопая темными крыльями. «А-а-а, я не вижу!» Густая тень черной дымкой заволокла ему глаза. «Она ведьма! Убить ее!» Все были слишком заняты, уходя от атак, Ронин крутился как волчок кома. Трое из головорезов уже лежали на тракте, один без сознания, двое скулили, зажимая раны. «Магия развеивается!» «Я могу оглушить его дубинкой!» Девушка поднырнула под руку Масамоне, дотянувшись до брошенной кем-то дубинки. «Мэй, куда?» Она кинулась обратно и... «А-а-а!» Закричала от боли. «Получи!» Прозревший противник занес меч и ударил снова. Чтобы история не закончилась столь трагично, попробуйте сделать другой выбор. «Я могу ударить его ножом!» Выхватив из рукава подаренное Кадзу оружие, Мэй поднырнула под руку Масамоне и ткнула ножом в бедро бандита. И провернуть. «А-а-а!» Тот выронил меч, прижал ладони к ноге, останавливая кровь. Повалился на дорогу, пополз к кустам. Масамоне стоял, опустив катану. По клинку медленно сбегали красные капли. «Цела!» Вокруг валялись головорезы. Как ни странно, все живые. Однако крови было много. Девушку замутила. Кхе-хе-хе-хе-хе. Мэй Цюне резко отвернулась, закашлялась. «Мэй!» Ворот головореза, так и не успевшего добраться до кустов. Подтащил к остальным. Одетый лучше других, простонал. «Что ты задумал?» А рай не ответил. Вместо того, повернувшись к лесу, громко крикнул. Вдалеке послышалось ржание. Ронин, снимая с разбойников ремни, принялся связывать бандитов. Лошадь тем временем вернулась на дорогу и невозмутимо топталась поблизости, ожидая, пока хозяин закончит с делами. Девушка внимательно посмотрела на нож. Теперь тот перестал быть просто предметом. Он стал оружием. Она достала платок и, заботливо вытерев испачканный клинок, убрала его в рукав. Стараясь не смотреть под ноги, на перемешанную с кровью грязь отошла в сторону. И тот час заметила сидящего на дереве человека, почти неразличимый в кроне бандит, судорожно вцепился в ветви с крюченными пальцами и, казалось, старался даже не дышать. Лицо было белым и перекошенным от страха. Они встретились глазами. «Масамуны?» Последний из банды то ли свалился, то ли спрыгнул с дерева, улепетывая в лес. «Остановить разбойника!» Мэй вновь вскинула руку. Иллюзия нетопыря, стрелой догнала грабителя. Тот неловко схватился за лицо, с разбега врезался в дерево. Затем повалился на траву. С веток посыпался мелкий мусор. Ронин был уже рядом. «Куда это ты собрался?» Вскоре разбойник присоединился к своим обездвиженным друзьям. Затянув последние узлы, Араи начал собирать разбросанное оружие. «Что ты будешь с ними делать?» Мэй указала на связанных людей. Двое потеряли сознание, обмякли, свесив головы на грудь. Остальные морщились от боли, злобно поглядывая на масамуны. «Оставим тут, сообщим разъезду, если встретим, или в ближайшей деревне. Пусть их судьбой, тех, кому повезет не истечь кровью, занимаются хозяева здешних земель». «Их могут казнить за разбой?» «Вполне». «Ты ведь мог бы и сам?» «Смерть от меча слишком легкая и благородная для подобных типов. Впрочем, я стараюсь не убивать людей». «Жаждешь крови?» Мэй помотала головой. Просто спросила. Сложив разбойничье оружие у обочины и присыпав ветками, масамуны произнес. «Едем отсюда». Девушка с тоской посмотрела на седло. Когда банда, утратившего удачу Шидзе Цутия, скрылась из виду, Мэй спросила. «Они расскажут о том, как я колдовала, верно?» Несомненно. Только никто не поверит. Может быть, будут в окрестных деревнях об этом болтать, хотя вряд ли. В конце концов, владеющие магией люди встречаются. Главное, никто не видел лесу. Рассказы о Кюцуне могут привлечь внимание Они. А это? В худшем случае байка про глупых разбойников, напавших на настоящего колдуна. А-а-а. То, что женщина в бою использовала волшебство, на взгляд крестьян полная небылица. Вот испортить урожай или удой ведьма может, а с бандой сражаться никак. Мэй хмыкнула. «У тебя не слишком хорошее мнение о людях», – Масамуны промолчал. Вновь замелькали деревья, потом были поля, деревни, подворья, опять деревья. Очередной танец на грани смерти подействовал на Мэй угнетающе. Накапливающаяся усталость, тяготы холодной дороги, смущение перед почти незнакомым мужчиной и постоянные попытки переосмыслить события последнего месяца сделали девушку апатичной и замкнутой. Она даже начала сомневаться в решении помочь Ронину справиться с Они. А-а-а несколько раз пытался расспросить Мэй о том, как ей удалось добраться в другую провинцию, но Кицуне отмалчивалась, не желая рассказывать о себе. Масамуны тревожила состояние девушки, однако, не понимая, что делать, он предпочел ее не трогать. Наконец, добрались до знакомых мест. Оглядывая зал, немного взбодрившаяся Мэй подумала о вечере, когда впервые увидела Кадзу с Масамуны, еще не зная их имен. Готовилась стать гейшей и строила планы. Все перевернулось. Вновь в Белой Цапле, вновь возвращаюсь в город, однако теперь для того, чтобы убить ее Кая. Она вспомнила связанных о рае и бандитах. Возможно, кто-то из них умер от ран, но все же Масамуны не отнял у них жизнь. А я готова убить. Девушка посмотрела на своего спутника. Как мы пройдем ворота? Это не проблема. Во-первых, охрана интересуется теми, кто выезжает, а не въезжает. Во-вторых, тебя ищут уже не столь рияно. В-третьих, мы будем изображать брата и сестру. Я, самурай, привез тебя в город показать подходящим женихам. Обычное дело, никаких подозрений. Она кивнула. Единственное, вряд ли моя одежда подходит под образ девушки на выданье. Недалеко несколько деревень, где делают кимоно. У купцов наверняка найдется что-нибудь подходящее на продажу. Надо поспрашивать. Довольно скоро перед Мэйс азартом раскладывал товар бесконечно кланяющийся торговец. Это то, что нужно. Последняя ночевка в дороге. Завтра будем в городе. Утром они покинули белую цаплю. Ехали верхом, как и прежде. Девушка впереди, Масамуна сидя за ней. Снег, укрывший окрестности, глушил звуки. Даже ветер не шумел. Лишь хрустел иногда лед под копытами лошади. Мэй уже знала. Ее зовут Кирин, как волшебного зверя. Позволь спросить. Почему ты дал лошади такое необычное имя? Слышала легенды про Кирина? Само собой. Кроме того, что это существо хранит древние обычаи и благоволит хорошим урожаем, оно справедливо. Кирин – последователь закона. Рассказывают, будто иногда он появлялся на суде, спасая невиновного. Так. Была весна. Я как раз купил ее. Он чуть шевельнул поводьями. Все не мог придумать имя. Звал просто лошадью. И приключилась одна неприятная история. Придя в себя, Араи понял, что лежит на деревенской площади. Руки его связаны за спиной. Затылок невозможно болит. Двое крепких мужчин дернули за плечи, поднимая Масамоны на ноги. Вокруг толпились крестьяне. Чуть в стороне, у плетеной изгороди, лежали его мечи. Вперед вышел управляющий деревней. Этот человек? Он ткнул кривым пальцем в сторону Ронина. Преступник. Вы все знаете, он приехал к нам несколько дней назад и все чего-то выспрашивал, вынюхивал. Он интересовался пропавшими людьми. В толпе согласно закивали. Мы думали, он хочет помочь, избавить нас от проклятия. Но он обманул. Отшельник, господин Веньян Тоу, сказал, что кто-то навел темное колдовство на лес. Он был сведущ в волшебстве и собирался снять проклятие. Но этот вот негодяй... Управляющий снова бросил на Арая ненавидящий взгляд. Убил Веньяна Тоул. Среди деревенских пробежал возмущенный робот. И за преступление должен ответить. Много там людей пропало. Трое. Помимо пятерых в окрестных деревнях. Пока я разобрался в происходящем, исчезла еще одна женщина. Что скажешь? Ронин скосил взгляд на того, кто держал слева. Жилистый, крепкий, вероятно местный кузнец. Потом на второго. Справа молодой парень с лицом идиота, которому, однако, недостаток ума природа компенсировала недюжиной силой. Зачем ты сжег дом господина Тоу и его самого? Дом загорелся от его собственной магии. Тот факт, что люди стали пропадать вскоре после появления здесь отшельника, вам ни о чем не говорит? К чему это ты? Веньян Тоул никакой не отшельник. Это был Они. Крестьяне испуганно зашептались. Чепуха. Люди пропадали из-за него. Ваш отшельник их убивал. Что... что ты несешь? Господин Тоу лечил наших детей и скотину. Призывал хорошую погоду. Осмотрите остатки дома. Там были человеческие кости. Какой ужас. Они не поверили тебе? Некоторые, но не управляющий. Дом сгорел до тла. Один из местных выразил сомнение в виновности Араи. Эм... Если этот человек правду говорит. Он и сам-то вон ранен. О, очень удобно. Убить старого отшельника, подпалить хижину, а потом обвинить во всем его самого. Масамоны покачал головой. Раны и ожоги ничего не доказывают. Зачем мне было убивать простого отшельника? И впрямь, зачем? Почем мне знать? Старинные свитки украсть хотел, или редкие коренья целебные? Мне Виньян всегда странным казался. Вот еще что скажу, люди. Толпа притихла. Незадолго до смерти господин Тоу сказал мне, что от приезжего веет злом. Советовал выгнать этого человека. Это еще одна причина, по которой он мог убить отшельника. Кто теперь избавит нас от проклятия? Люди не придумали, как ответить, поэтому управляющий предложил сам. Казним его! От собравшихся донеслось пара одобрительных. Казним, казним! Кривой палец опять указал на Ронина. Отведем в лес и принесем в жертву тамошним духом. Может быть тогда... Масамоне больше не слушал. Он огляделся, думая, как выпутываться из дрянной ситуации. Даже если бы удалось вырваться, далеко убежать со связанными руками ему не дали бы. И тут, за спинами местных жителей, и в большинстве своем положительно оценивших предложение управляющего, увидел свою лошадь. Отправляясь к дому Они, притворявшегося благообразным стариком, Ронин привязал животное к дереву в стороне от деревни. Пока хозяин дрался, пока, задыхаясь от дыма, выбирался из горящего дома, потом был без сознания, умное животное неведомым образом сумело освободиться, и пришло в селение, то ли от скуки, то ли в поисках хозяина, и проявляя необычный для кобылы ум. Араи не пренебрег подаркам судьбы, двинул плечом кузнеца, отталкивая его в сторону, тут же резко развернулся и ударил здоровяка-идиота лбом в лицо. Ловко упал, перекатился, уворачиваясь от кулаков, снова вскочил на ноги и кинулся к оружию. Мирные крестьяне, окружившие площадь кольцом, раступились. Только один решил проявить геройство и преградил Ронину путь. Точный пинок отбросил земледельца к изгороди. Затрещали жерди, кто-то кинулся за мотыгами и вилами. Масамоны подхватил свои мечи, в следующий миг запрыгнув в седло, пятками пустил лошадь в голоб. Чудом не свалившись, отъехал подальше от домов, остановился, кое-как развязал веревки на руках. Возвращаться и карать жителей за глупость не стал. Он давно привык. Есть легенда, в которой Кирин явился путнику в саду. Волшебный зверь гулял среди цветущих сакур, и белые лепестки медленно падали на его спину. Моя лошадь, конечно, обычная. У нее нет рога на голове, а спина не покрыта чешуей. И морда не драконья, вполне заурядная. Но когда я проснулся утром, уже далеко от той деревни, то увидел, как она пасется под цветущей сакурой. Это было... Он подбирал подходящее слово. Сказочно? Да. Тогда и появилось у нее имя Кирин. Уверен, что она обычная. Сильная лошадь долгое время двух седоков несет. Хорошая порода. Стоила мне больших денег. В тебе веса немного. Умная. Не настолько, чтобы быть настоящим Кирином. Не придумав еще аргументов, Мэй заметила. Про меня тоже долго думали, что я обычная. Масамоны широко улыбнулся. Приближение к месту, откуда она еле сбежала, будоражило. Давно ты этим занимаешься? Чем? Охотишься на Юкаев. Масамоны решил ответить той, кого убедил довериться ему. На Они. С другими Юкаями я дрался, только защищаясь. Давно ли? Смотря как считать. Сначала узнавал о них, кто это вообще такие, есть ли слабые места, что им нужно. Параллельно совершенствовал в бою. Понимал, они очень опасные противники. Готовился несколько лет, потом начал убивать. Несколько лет. При этом Ронин... Ты верно поняла. Я пробыл самураем недолго. Мой господин погиб вскоре после того, как взял меня на службу. Мэй опустила взгляд на руки Масамоны, обхватывавшие ее с двух сторон. Руки, державшие по воде Кирин, руки человека, идущего по пути мести, живущего местью. И пожалела, что не видит его глаз. Оборачиваться не стоит. Я смотрела в глаза приговоренного к смерти. Теперь рядом тот, кто живет, мечтая о ней. И оба ее не боятся. Странных мужчин встречаю. Внутренний голос иронично шепнул. Действительно, с чего бы? Тогда ты ехала в город в поисках Они? Подобные существа в городах почти не появляются. Мне просто нужно было пополнить запасы, купить новое седло. Услышав об истории Вакия, решил проверить. Когда все узнал, захотел взглянуть на этого году. Как ты понял, кто он? Посмотрел на него через зеркало. Имея некоторый опыт, видишь истинное отражение. Я увидела его в луже, но никакого опыта у меня не было. Тебе проще. Ты Китсуне. Как и предполагал Масамоне, ворота миновали безо всяких проблем. Въезжали специально, не спеша, чтобы посмотреть, проверяют ли стражники тех, кто покидает город. Проверяли. Поиски Мэй еще велись, хоть и не столь активно. Ох, знал бы Кадзу, что я вновь сюда приехала. Подумав о ниндзя, девушка невольно улыбнулась. Губы еще помнили его прикосновения, дыхание. Встретимся ли мы еще? Или я так и останусь лишь той, кто легкой тенью задел краешек твоей судьбы? Ронин и Китсуне решили снять дом. Ветхий, холодный, зато отдельно стоящий. Незачем показываться в постоялых дворах. За ними могут приглядывать. Мэй, не выходи на улицу без необходимости. Я сам узнаю, что сейчас творится в городе. Заодно куплю кое-что. Вернувшись, он положил на столик сумку и извлек из нее два холщовых мешочка. Что это? Сухие листья сои и семена астролиста. Надо растереть и перемешать. Сюрприз для Они. Хорошая новость. Патрульные на улицах уже не проверяют горожанок. И с Акия снято наблюдение. Поступим так. Как? Вот мне интересно, этот Они к нам придет уже в следующей серии? Будет интересно. Ребят, скоро я ее сниму. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.